Привет, друзья! Пришло время показать, как делаю жерлицу я. Для этого нам понадобится вот эта обычная заготовка из любой кровати, которая, в принципе, у каждого, наверное, в гараже, на балконе валяется. Берем такую деревяшку, режем ее на две части. Кто хочет со своим логотипом, пожалуйста, выжигайте свой логотип. Значит, сверлим одно отверстие по центру, одно отверстие под катушку, выставляем его. Здесь мы выставляем рядом еще два отверстия, делаем небольшой запил, вот, чтобы сюда мог вставиться гвоздик. И здесь два отверстия. Для этого нам понадобится деревяшка, катушка, обычная, можно маленькую, можно большую, болтик, с крученным вставляется два болтика. Дальше. Две вот такие шайбочки. Это все можно купить в крепеже. Четыре саморезика, маленькие обрезаем их. Получаем вот такие, чтобы они не торчали. Грузик. Четыре саморезика. Грузик. Обычный строительный гвоздик. Мы его сгибаем буковкой П. Я еще использую две шайбы. Одну побольше, другую поменьше. Также нам нужен флажок. Флажок мы покупали в магазине. Вот эту часть мы нагреваем на горелке и плоскогубцами сгибаем. Все. Остудили в воде. Он теперь уже мертвый, будет всегда загнутый. Так как флажки заводские, они все маленькие, я беру с обычную красную материю, которая роба для железнодорожников, нефтяников. Режу ее побольше, приклеиваю ее пистолетом, жидким клеем. Все. У нас получился флажок. И, соответственно, вот такой крючок. Крючок я использую трибле, размер номер четвертый. В чем в нем плюс я увидел? То, что у него уголочки загнутые вовнутрь. И также использую я, нынче буду использовать я поводки. Поводки я раньше использовал хромированные, всякие там металлические. Но вот что получается, когда живец, он начинает крутить, закручивает, вот ты достаешь, а там весь живец в узел завязал. В общем, я решил от них таких избавиться. В данный момент я буду менять на всех своих жерлицах на вольфрамовые флорокарбованные поводки. 25 сантиметров. Посмотрим, что с ними получится на 25 килограмм. Так как щучки у нас в некоторых местах бывают зачетными. Ну или, чтобы не порвали. Погнали собирать. Значит, берем вот этот болтик, просверленное отверстие, которое мы здесь под катушечку вставляем. Его я сверлил прямо под это отверстие. Плоскогубцами раз-раз плотненько. Катушечку одеваем. Перед этим одеваем шайбочку большую, маленькую. Одеваем сверху катушечку. вторым закручиваем. Раз-раз-раз-раз-раз. Закрутили. Плотно. Все, катушка катушка крутится. Идеально. Дальше. Берем пластиночку. Вот здесь мы вставляем теперь этот гвоздик. Шляпкой мы, получается, ее вставляем вовнутрь. И сверху прикручиваем два маленьких саморезика, которые уже я изначально подрезал, подготовил. Прикрутили один. Прикручиваем второй. для чего он нам нужен. Он нам служит держателем флажка. Так, Здесь у нас также под флажок прикручиваем в конце держатель для флажка. И под флажочек. Под флажочек. Раз. теперь берем флажок. Перед флажком, чтобы флажок удобно было вставлять, я здесь сделал небольшой запил. Одну гаечку освобождаем, вставляем туда флажок под пластиночку и между деревяшкой. И прикручиваем. все, флажок у нас стоит. Его механизм такой. Все, под гвоздик. Как только лесочка натянулась, флажок у нас, катушечка крутнулась с помощью этой ручки, она двигает, флажок встает. Вот. Бывает такое, что метель сильная, сильный буран или еще что-нибудь. Я вставляю дополнительный еще один флажок. Один у меня стоит, только другого цвета. Он, как у меня оповещатель, чтобы я не потерял жерлицу в буран. То есть приходишь, твои жерлицы все заметены. Вот. Вот оповещатель стоит, что жерлица есть. Я подхожу, соответственно, нахожу свою жерлицу. Бывает такое же часто, что ну все, пришел, а жерлиц нету. Ну и соответственно, я использую леску. Капрон такой использую. Он очень крепкий. 0,60 миллиметров на 75 килограмм разрыв. Мне понравился. Значит, в каком-то из этих мест вставляем отверстие сюда. Так. Держим двумя пальцами, завязываем узел. Делаем, обматываем раз, два, три, четыре, пять. И пропускаем в отверстие. Так. Натянули. Получается у нас узелочек такой, чтобы хорошо мы наслюняем и подтягиваем. Раз, два. Проверяем, не тянется ли и вот здесь подтянули. Отлично. Щука не вытянет. Если только порвать захочет. Дальше. Теперь берем петлю на внутреннюю петлю и одеваем на катушку. Дополнительно, чтобы не было нагрузки на узел. тогда будет работать и на петлю и на узел вдвойне. Все, погнали. Теперь пропускаем капрон. Запускаем в отверстие. Растаскиваем. Так, есть. катушку наматываем. Берем груз черепашку или чебурашку. Кому как удобней. Беру я флюрокарбованный поводок 25 см. Одеваю на него крючок четверочку. Крючок я использую трибле. его увидел в нем преимущество в том, что у него уголки загнуты вовнутрь. Кому как. Ну, по моим щучкам я вижу, что эти более надежные, не разгибаются и металл более толстый и крепкий. А там кому какие больше нравятся. Вставляем карабинчик и так же вяжем здесь узелок. Раз, два, три, четыре, пять. Пропускаем ее в эту же петлю и подтягиваем. используем плоскогубцы чтобы не портить зубы. Так, подтянули. Здесь узелочек подтянули. Проверили на прочность. Так, кажись хорошо. Лишнее. оставим кончик буквально один сантиметр на вытяжку. Смотрим, проверяем нашу жерлицу. Вставляем флажок. Все жерлица стоит. Сюда одеваем живца. Живец пришел, щука пришла, жерца схватила. Флажок встал. Тяни. ровно 6 метров подсекайся ты наша. Очень удобно его эксплуатировать, транспортировать. И это сделано жерлица своими руками. Можно, конечно, купить жерлицу в магазине. Катушечку. Все, она заряжена полностью. Всем приятного просмотра. Если кто захочет пожелает сделать самостоятельно, пожалуйста. Выглядит она очень достойно. не стыдно с такой прийти на рыбалку на щуку. Делайте, тренируйтесь и у вас получится. Я один раз увидел, мне понравилось и пользуюсь только ими. Хотя можно и купить в магазине, но я не хочу. Это мои жерлицы, которые сделал я лично. Всем спасибо, кто смотрел этот сюжет. Кому-то может быть он пригодится. Удачи на озерах и рек нашей бескрайней большой страны.